Прямо сейчас все сериалы и новинки фильмов можно смотреть в онлайн формате, в Full HD разрешении абсолютно бесплатно. Круто же, все фильмы и сериалы онлайн только на HD резко ми. Все мы любим разыгрывать близких или друзей, и наверняка сами были разыграны не раз. Порой это кажется безобидной шуткой, но так только кажется. Невинная шутка может закончиться настоящей трагедией сегодня, в преддверии 1 апреля. Я хочу вас предупредить, будьте осторожны завтра, не шутите слишком жестоко. Добро пожаловать, это 5 розыгрышей, которые закончились трагедией. Два подростка, Сет и Дерек, любили всех разыгрывать. Да настолько, что снимали свои розыгрыши и выкладывали их в социальные сети. О своем последнем розыгрыше подростки написали в конце 2011 года. Тогда они купили пищевую пленку и обмотали ей знак Стоп. Настолько, что его не было видно. Позже, в этот же день, две сестры весьма преклонного возраста ехали на машине по своим делам. Не заметив знака Стоп, они проехали перекресток, и их машину сбил джип. Одна из сестер умерла на месте, другая скончалась в больнице. Подросткам были предъявлены обвинения в порче дорожного знака и непредумышленном убийстве. Реальный срок в виде 4 лет заключения получил только Сет, при этом его выпустили спустя 8 месяцев. Причастность второго парня доказать не смогли, так как он просто сидел в машине. В 2014 году 15-летний Адриан Бродвей вместе со своими друзьями решила отомстить местному подростку, который разыграл их однажды. Приехав на машине к дому жертвы, подростки измазали припаркованный возле дома автомобиль майонезом и яйцами. Далее, она обмотала его туалетной бумагой и обсыпали листьями. Закончив свою месть, розыгрыш подростки уже сели в машину, как из дома вышел отец семейства, Вилли Нобель, с ружьем наперевез. Открыв огонь по машине подростков, он ранил Адриан в голову. Подростки сумели доехать на машине до ближайшего магазина и вызвать оттуда скорую помощь. 15-летняя Адриан скончалась в больнице от полученных травм. Вилли Нобель был арестован и ему были предъявлены обвинения по 7 пунктам. Думаю, вы уже знаете, что засыпать на вечеринках плохая идея. Джеффри Шарбона наверняка тоже знал, но все равно уснул, возможно случайно. Его лучший друг теперь уже в кавычках, Николас Белл, решил подшутить над спящим и ничего лучше, чем выстрелить в него из пневматической винтовки, не придумал. Но пневматическая винтовка оказалась настоящей охотничьей. Пуля попала спящему Шарбону в грудь, отчего он скончался на месте. Как выяснилось позже, такой вид розыгрыша для Белла не в новинку. Он и раньше стрелял из пневматического ружья, причем также в Шарбона. Беллу было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. На суде горе-друг был расстроен и заявил, что не собирается оспаривать решение суда. Его осудили на 8 лет. Но вместо того, чтобы разыгрывать друзей, лучше подарить им что-нибудь классное. Например, телефон High Screen Boost 3. Он не так дорог, но зато в нем крутейшая камера. Две батарейки, одна из которых держит две недели без подзарядки. Суперкрутой звук и все, что нужно для настоящего парня. Да, ссылка в описании. Разыгрывать людей лучше всего на расстоянии. Сейчас вы в этом убедитесь. На примере Примилы Лал, которая решила вместе с 12-летним братом напугать двух парней. Друга семьи и брата. Они остались в старом доме семьи Лал. Парни должны были присмотреть за домом. Примила вместе с братом решила забраться в шкаф. Затем привлечь внимание, шумом и резко выпрыгнуть на парней, напугав их. Но когда Нерек и брат Примилы услышали шум, первое, что пришло им в голову, в дом пробрались грабители. Нерек, большой любитель оружия, вооружился пистолетом и начал осматривать дом. Когда он приблизился к шкафу, он услышал шум, а затем из шкафа выпрыгнула девушка Примила. Не ожидая такого, думая, что в доме грабителей, Нерек спустил курок, ранив девушку. Позже, поняв, что происходит, они быстро доставили ее в больницу, где она и скончалась. Нереку Галею были предъявлены обвинения, но не в убийстве. В 2012 году жена принца Вильяма, Кейт Миддлтон, попала в больницу, в которой медсестрой работала 46-летняя Жасинта Салдания, родом из Индии. Случившееся с женой принца вызвало много интересов СМИ, да настолько, что двое радиоведущих решили дозвониться до больницы. Трубку сняла Жасинта. Из-за своего индийского происхождения она не смогла уловить австралийский акцент ведущих, которые представились Елизаветой II и принцем Чарльзом и поинтересовали состояние Миддлтон. Жасинта рассказала о состоянии пациентки, а через два дня медсестра покончила с собой, оставив несколько предсмертных записок, из которых ясно, что после розыгрыша коллеги стали по-другому относиться к ней, и ей тяжело смириться с последствиями этого телефонного розыгрыша. Для радиоведущих, устроивших розыгрыш, эта история обернулась открытыми угрозами настолько, что они были вынуждены нанять охрану. Вот так вот, будьте благоразумны и аккуратны, не разыгрывайте тех, кого не хотите потерять. На этом всё.